доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас в начале очередной торговой недели собственно плавно мы перешли 2019 год возвращаемся к нашим старым добрым спекуляциям но как и обещал заранее скорее всего нам придется несколько скорректировать наш привычный для нас подход относительно ряда торговых идей и лучше оставаться крайне адаптивными к тому что происходит потому что важно держать руку на пульсе и прекрасно понимать что реально на рынках а происходит чтобы исходя из этого проводите верные долгосрочные торговые позиции я думаю друзья то что вы все прекрасно заметили что в 2019 году нам уже приходится жить совершенно новой реальности это реальности когда трейдеры не принимают американскую валюту делают все возможное чтобы найти альтернативные инструменты и попробовать запарковать свои капиталы именно вне действительно доллар снижается очень сильно американская валюта просела против основных защитных конкурентов в частности мы традиционно разбираем пару доллара японская иена и всегда когда пахнет жареным трейдеры конечно же вводят средства в иену франк золд если мы сейчас посмотрим на вот эти три основных защитных инструмента сможем легко убедиться в том что действительно спрос на них просто колоссальный американская валюта продолжает терять очень много версий из-за чего на американец а испытывать сейчас серьезный прессинг мы попробуем разобраться в основных из них а я выделю скажем ту х идею которая мне кажется лично убедительную как всегда продолжают делиться с вами своим а субъективным мнением и видением того что на площадках происходит еще раз небольшая вводная друзья мы потихоньку возвращаемся после праздников к привычным трейдерским спекуляциям собственно по ходу этой недели я буду добавлять к анализу основных сделок а все большее количество на инструментов в общем выйдем мы на наш традиционный брифинг продолжительность около 20 минут и соответственно будем стараться охватывать все самые интересные востребованные финансовые инструменты но начнем мы давайте текущий торговый день с оценки основных событий которые впереди это традиционный анализ экономического календаря сегодня у нас 18.00 два релиза на которые стоит обратить внимание это аэсэм в сфере услуг сша и производственные заказы статистика важная может быть если бы мы с вами работали опять же 2018 годом то каждый из этих релизов использовался бы нами для того чтобы определить насколько возросла вероятность действия американского регулятора относительно разгона процентных ставок но как я уже сказал нам сейчас приходится уже работать совершенно другой реальностью и перспективу повышения процентной ставки сейчас в рамках федрезерва американской экономики не так интересно как примеру сроки шатдауна при остановке работы госучреждений сша то как штаты выйдут из торгового перемирия с китаем будем надеяться что из этого торгового перемирия которая продлится до марта что-то вырастет плане двустороннего торгового соглашения ну и для доллара есть еще несколько опять же основополагающих таких моментов они тоже с отсылкой на статистику но это уже статистика влияющая не на перспективу повышения процентной ставки а статистику указывающая на вероятность грядущей рецессии если еще буквально месяц назад вероятность рецессии в штатах рассматривалась нами как к чисто гипотетические сценарий который скорее всего будет реализовано не так быстро как бог бы то сейчас сроки немного друзья изменились и делаю я вывод об этом на основании тех отчетов которые вышли буквально последние торговые сессии которые стали причиной того обвала американской валюты которые мы видели в общем торговая сессия понедельника традиционно я думаю что вряд ли мы сегодня увидим серьезные движения все таки рынок будет расходиться дальше как маховик раскручивать именно свою волатильности пока что посмотрим за этими релизами но поработаем с фоном который сложился еще на прошлой неделе давайте посмотрим на то что происходит на рынке нефти я думаю что у покупателей сейчас крайне довольны потому что бренд и wc активно восстанавливаются если прошлой неделе за исключением прошедшие были исключительно в негативном ключе то есть нефти постоянно терял то сейчас прошлой неделе стала результативной для обоих инструментов рынка углеводородов в целом особо прошу не цепляться сейчас за слова поскольку не имеет смысла наверное процент в процент указывает насколько бренд и wc выросли около 10 процентов это очень много для рынка который только лишь ввалился и обновлял многомесячные можно даже сказать многолетние минимумы сейчас локальное восстановление это конечно же благо для тех кто все-таки ждал что разворот на рынке черного золота должен был произойти как я и обещал друзья в 2019 году мы скорее всего попробуем поработать с новыми трендами и я думаю то что вы все прекрасно понимаете к чему я клоню сейчас касательно рынка нефти раз нефтянка у нас уже так неплохо выросла фактическая бренд 5779 я думаю что сейчас снова в статус крайне актуальных идей стоит поставить именно возможность роста и бренд и дабы вся по бренду ближайшая цель которую я вижу друзья это 65 долларов за баррель и сейчас нам не нужно даже стараться найти какое-то фундаментальное топливо для оправдание этих идей оно есть и оно на поверхности нужно просто смириться с тем фактом что наконец-таки наверно хоть какой-то позитив появился для черного золота это можно сказать доклад опека в двух интерпретациях это рейтерс и блумбер в частности блумберс сообщили о том что опека в декабре снизили добычу на пятьсот тридцать тысяч баррелей до тридцати двух и шести блумберг возможно несколько даже приукрасил картину но сути делает особо не меняет потому что даже казалось бы более объективная оценка рейтерс она не очень сильно отстает от цифр по данным рейтерс производства нефти странах опек действительно в декабре снизилась на 460 тысяч то есть чуть меньше чем по версии блумберга что это значит страны опек соответствуют обязательствам которые взяли на себя по факту прошедшего соглашения еще в декабре и мы помним то что соответствии с этими обязательствами буквально с января участники энергетического пакта страны опек плюс будут сокращать общий показатель нефтедобычи для того чтобы сбалансировать рынка с общих мировых площадок намереваются убрать 1 и 2 миллиона друзья мы давно с вами проанализировали эти цифры мне кажется что если сейчас совсем растекаться по древу можно сказать что одного и двух вряд ли будет достаточно чтобы забалансировать рынок а тем более что штаты уже не раз подтверждали свои намерения поднять показатель нефтедобычи ну как минимум на 1 и 2 миллиона что полностью нейтрализует все усилия страна пик плюс но в данном случае друзья я думаю что нужно просто положиться на логичный отклик для всего рынка того хоть небольшого незначительного позитива который на рынке появился и вот эта статистика того что страна опека плюс несмотря даже на снижение цен на нефть все-таки соответствует этим обязательствам это действительно то что можно использовать для оправдания роста котировок нефти давайте на какое-то время сейчас положимся на этот фундамент и предположим разделим позицию прочих оптимистов что на этом фоне рынок нефти сможет восстановиться с тех уровней на которых вот он оказался поэтому с точки зрения локального позитива я считаю что этого достаточно дальше у нас статистика по запасам посмотрим что там происходит в штатах по объему добычи по накоплению нефтепродуктов дистиллятов собственно нефти бензина это релиза которые традиционно будут нами активно разбираться также у нас еще одна порция отчетов бейкер хьюз по количеству нефтяных терминалов я думаю что можно сейчас с небольшим лирическим отступлением сказать что статистика не очень объективная потому что все таки после праздников мы понимаем что не все производственные буровые работают на опеке и пределе своих мощностей поэтому все таки рынок войдет свою привычную стезю загрузки чуть позже это уже ближе к концу января но мы будем держать руку на пульсе как всегда друзья я для вас разбираю весь основной фундамент который на рынке черного золота происходит для тех из вас кто все таки начинает транслировать оппозитив не только такой локальной природы но и может быть сейчас вот принимает решение об открытии оппозиции длинных позиций на более длительный срок есть впереди фундаментальный потенциально положительный такой фактор для рынка нефти это опять же завершение торгового перемирия между сша и китаем которые стечет в марте многие считают что все таки за вот оставшийся период времени два месяца с небольшим дальше сша китай сделают все возможное чтобы найти компромиссы выйти на какое-то двухстороннее торговое соглашение соответственно если это чудо случится тогда на рынке снова появятся разговоры о том что прежние страхи перспективы замедления экономического роста были несколько преувеличены сейчас они не такие актуальны и поэтому можно уже не делать ставку на то что из-за более слабых темпов роста будет страдать спрос на топливо если не будет необходимости говорить об этом значит возможно и спрос в перспективе 19 года на нефтянку может и вырасти наша задача друзья оценивать адекватно оценивать спрос и предложение адекватно реагировать на то что происходит с рынком нефти в моменте и если рынок хочет сейчас расти опять же на предположениях что страна опек будут полностью соответствует взятым на себя обязательством и может быть к середине 19 года к концу 19 года появится хоть какой-то фундамент для восстановления баланса я думаю что пока что локально давайте с этим смиримся и не будем мудрить собственно продолжим покупать и сохранять длинные позиции как я уже об этом а сказал цель по бренду 65 долларов за баррель доллар японская иена 108 15 частности сразу хочу предложить сделку это сделка которая предполагает уже ослабление курса американского доллара с отметки 108 то есть на этом уровне можно разместить отложку со стопа с 108 собственно цели пока давайте не сильно закидывать вперед я думаю что если рынок скорректируется до 106 50 будет более чем нормально а теперь стоит разобраться что же стало причиной такого снижения курса американская валюта причин несколько кто-то говорит что всему виной а крайне слабы прогнозы apple по выручке по продажам но я думаю друзья вы понимаете что вряд ли именно ожиданиями по квартальным результатам яблочного гиганта могли привести к таким мощным движением в курсе американского доллара скорее всего отлик нужно было искать уже в американском фондовом рынке там действительно был буквально в среду когда появились в прошлую комментарии на этот счет американский фондовый рынок несколько ослаб но сейчас уже практически полностью выкупил все о снижении причины снижения доллара другие и они окроются в статистике кто-то может возразить каким образом статистика могла привести к снижению курса доллара тогда когда у нас был классический нон-фарм пэрлс мы традиционно до нон-фарм разбирали отчеты депи там цифры ну замечательные просто 271 157 тысячи после депи мы подготовились к нонкам тоже стали ждать хорошие цифры вот пожалуйста не оправдали ожидания оптимистов 317 тысяч рост это максимум точно за весь прошедший год а темпы роста заработных плат 3 1 процента до 3 и 2 друзья выросли 3 2 это максимум с 2008 года можно уже говорить больше чем за 10 лет и раньше в 2018 году если бы мы увидели эти цифры на них доллар был вырос больше чем на 150 200 пунктов несмотря даже на любой фон который бы тогда на рынке господство потому что такие цифры указывают только об одном то что федрезерв будет повышать процентной ставки но сейчас уже не нужно торопиться с выводами потому что нон-фарм пэрлс это была была не единственная статистика которая оказала влияние на настроение трейдеров я считаю что больше опять же эффекта произвела статистика от аэсэм производственной активности это данные которые очень разочаровали я был крайне удивлен увидеть такие цифры с 59 3 мы увидели провал просто индекса до 54 друзья и 1 это худшее значение тоже за последние 10 лет невольно собственно на фоне этих данных сразу вспоминается некая слабость европейского региона сразу вспоминать слабость китая при этом если еще и производственные сектора из сша так активно начинает буксовать тогда и вот эти опасения которых мы уже много раз говорили по поводу перспективы экономического роста всей мировой экономики эти опасения более чем вас обоснован если мы видим признака слабости американской экономики мы тут же начинаем говорить о том что темпы ужесточения политики федрезерва в текущем году будут не такими активными как и раньше если бы друзья не было еще одного влажного водного момента возможно я бы закрыл глаза на провальный отчет от аэсэм и решил что это какая-то статистическая погрешность и это случайно цифра скорее всего картина выправится и дальше мы увидим более хорошие цифры но к сожалению вслед за статистикой от аэсэм мы увидели как резко провалились доходности облигаций и что важно двухлетние облигации выровнялись фактически достигли паритета с эффективной федеральной ставкой это уже серьезный сигнал назревающих проблем может быть даже уже начинал проблем которые понемногу начинают реализоваться в рамках американской экономики и если спустя месяц мы получим новые цифры картина в целом не улучшится напротив слабые цифры будут подтверждены тогда будем готовиться друзья к не самым лучшим временам в том числе и для американской экономики разумеется при подтверждении такого негативного сценария идея которая предполагала покупки американца роста доллара эта идея автоматом встанет на холта я готов отказаться от своих слов я готов поставить крест на коротких позициях по доллару снова поверить в рост американца но только при одном условии если соединенные штаты америки смогут договориться с китаем положить конец торговому конфликту торговой войне вот этой конфронтации и в конце концов в случае при реализации такого сценария мог бы появиться позитив улучшение общей картины в мировой экономике но пока что у нас все таки назревает риск того что сша китай могут и выйти из торгового перемирия без соглашения есть еще один риск из-за которого мы обязаны просто сейчас обращать внимание на то что происходит на американском рынке долго обязаны помнить о неизбежной скорее всего рецессии сша из-за завершения еще одного очередного экономического цикла и исходя из этого должны помнить и понимать каким последствиям для доллара все это может привести поэтому если уж мы начали так плохо 2019 год сейчас не самое время отрабатывать идеи в надежде на то что американец вырастет сейчас лучше перезагрузить свое сознание мышление все-таки понять что реально на рынке является основополагающим и в данном случае все-таки смириться с тем фактом что доллар находится в моменте под большей фундаментальной угрозой поэтому друзья sell stop я снова повторяюсь по паре доллар иена с отметки 108 ровно евро против доллара 1.1422 я бы с большим удовольствием сейчас хотел бы рассказать вам про слабые цифры по инфляции они между в общем такими были в годовом выражении индекс потребительских цен снизился с 1 и 9 до 1 и 6 процента и соответственно если мы говорим про слабую инфляцию мы говорим про важность сохранения мягкой экономической политики и говорим почему евро должно испытывать давление но сейчас я уже признал тот факт что у доллара мало шансов на то чтобы восстановиться если американская валюта будет терять то соответственно рисковый инструменты получатся с этим поддержку по паре евро доллар я предлагаю сделку buy stop с отметки 1.1440 единственный рисковый актив где я фактически ни грамма не сомневаюсь в том что мы увидим обновление многолетних мечем минимумов это британская валюта но не сейчас друзья до 21 марта когда точнее января должно пройти голосование во британском парламенте по соглашению о брызите время еще очень много две недели точно есть британец тоже лучше является скажем активом который стоит рассматривать с точки зрения покупок текущей котировки 1.2747 к негативу по brexit мы еще вернемся сделаем это неоднократно но в моменте друзья я предлагаю все таки поставить на то что на фунт также как и на евро будет влиять именно слабая американская валюта каким образом конечно же поддерживая курсы этих инструментов и доллар канадец который в последние дни активно пара снижается соответственно такая динамика указывает на укрепление канадского доллара вы все прекрасно понимаете то что такой рост канадца прежде всего связан с восстановлением цен на нефть это действительно так можно сказать что еще и курс американской валюты оказал определенное воздействие на канадца но думаю что определяющий все-таки эффект связан с поведением нефти на этой неделе состоится заседание банка канады и если канадский регулятор признает тот факт что хотя я напомню что на прошлом заседании банк канада говорил что пересмотр экономических перспектив в худшую сторону обусловлен снижением цен на нефть сейчас есть возможность изменить эту риторику потому что ситуация на рынке черного золота меняется друзья и если мы услышим все-таки комментарии другого толка то будет повод снова заговорить о перспективах повышения процентной ставки тем более что мы уже начали 2019 год и нам придется говорить о том как будет действовать канадский регулятор в собственно этом поприще также как и федрезерв сейчас доллар канадец на мой взгляд является крайне перспективной валютной пары чтобы сохранять открывать новые короткие позиции чтобы продавать американцев против канадца и ждать пару в районе отметки 130 соответственно дальше по ходу этой недели в следующей неделе я буду стараться найти для вас дополнительные аргументы чтобы можно было бы оправдать такой сценарий и может быть найти новые поводы чтобы не только нефтью определять и не только исходя из нефти прогнозирует то что происходит с канадцем но я думаю что благодаря статистике канадской который также будет достаточно мы найдем не один дополнительный аргумент чтобы все таки открыть новые позиции по доллару канадцу и попробовать заработать по этой валютной паре хотя в 2019 году чтобы отыграться за череду крайне провальных сделок которые нам пришлось провести в 2018 году но друзья 2019 год новый год новых возможностей нового фундамента за которым мы продолжим следить и соответственно основание которого будем проводить новые новые трейды и рассчитывать на получение хорошего профита на этом собственно всем хорошая вам торговой недели до завтра всего доброго до свидания